Чтобы вернуть или обменять покупку, теперь крымчанам нужно обратиться в суд. Такие условия диктует российское законодательство. 63% жалоб, которые поступают в Роспотребнадзор, нарушение потребительских прав. Несмотря на то, что эти вопросы в компетенции ведомства, решение выносит исключительно судья. На что имеет право потребитель и как его отстоять, знает Юлия Попович. Долго мечтали, долго копили и, наконец, купили желанную вещь. Но уже дома, достав ее из упаковки, портится настроение. Бракованное. Сломя головы, мчитесь в магазин обменять или вернуть ее. А продавец, рассчитывая на вашу наивность, отказывает. В таком случае запаситесь бумагой и ручкой. Нужно написать письменное требование продавцу о желании вернуть или обменять товар. И сразу в двух экземплярах. Один вам, один ему. Если документа не будет, суд за дело может и не взяться. То, что касается имущественных вопросов, эти вопросы разрешаются исключительно в суде. И именно поэтому наши специалисты дают разъяснение. Как я уже повторила, еще раз повторю, что наши специалисты могут помочь подготовить исковое заявление. И потребитель просто должен знать процедуру. Есть просто товары и технически сложные товары. К последним относятся те, у которых установлен гарантийный срок. В основном это бытовая техника, а всего их 8 категорий. И к ним разный подход. В случае с первым все просто. Некачественную покупку вы имеете право обменять, потребовать снизить цену, воспользоваться услугой гарантийного ремонта или вернуть свои деньги. А вот с технически сложным товаром дела обстоят иначе. Если обнаружили недостатки в течение гарантийного срока, можно вернуть или заменить вещь только в течение 15 дней с момента ее покупки. А после можете действовать только в случае, если неполадка устранена быть не может, либо нарушены сроки гарантийного ремонта. Если в этих случаях вам отказывают, есть большие шансы выиграть судебный процесс. Кстати, при подаче иска о нарушении прав потребителя, человек полностью освобожден от уплаты госпошлины и судебных расходов. Когда выносится решение суда в пользу потребителя, в суде присуждается полная стоимость товара. Идет присуждение 1%, как я уже говорила, пени за каждый день просрочки от исполнения требований потребителя. Кроме этого, суд решает о том, о взыскании в пользу потребителя морального ущерба. В пользу потребителя взыскивается 50% – это штраф, он тоже предусмотрен, закон о защите прав потребителей, гражданско-правовой штраф, 50% от стоимости суммы, присужденной в пользу потребителя. Многие зададутся вопросом, а не легче ли было при Украине, когда компетентное ведомство, получив жалобу, выжало на неплановую проверку в магазин или офис, где предоставляли некачественную услугу. Там, если нарушение права потребителя доказывали, взимали штраф в 10-кратном размере от стоимости покупки. Но расход обиженному клиенту не всегда возмещался. Пеня пополняла исключительно местный бюджет. В этой системе коррупция не была исключением. Что касается товаров без изъянов, бывает и так, что купили, а потом решили, что это вам не нужно или нужно, но что-то другое. В этом случае вы можете обменять вещь в течение 14 дней. Но есть и список исключений. В России он длиннее, чем в Украине. Там 18 наименований. В том числе вернуть не удастся медикаменты, бытовую технику, автомобиль и мебель. Для тех, кому нужна помощь в вопросах защиты прав потребителей, в Роспотребнадзоре проходят дни консультаций. Вы можете обратиться в территориальное подразделение в своем городе в понедельник с 14 до 17 или в четверг с 10 до 13 часов. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.